Владимир Владимиров был призван в 83-м году. По его словам, родным он не сообщал, что едет в Афганистан. Не хотел, чтобы близкие переживали. Как признается Владимир Владимиров, примером мужества для него всегда был папа. Он прошел всю Отечественную войну, от Сталинграда до Берлина. Я был воспитан так, что честь Родины, служение Советскому Союзу тогда еще было самое важное было для меня. Из-за этого в Афганистан я уже шел намеренно. Еще, по-моему, с 10-го класса уже рвался туда. Как-то героизм был. Впрочем, такими были многие челненцы. Они больше переживали за своих родных, поэтому предпочитали не рассказывать о страшных событиях. На войну шли не ради славы и наград, а выполнить свой интернациональный долг. Ну, я обманывал, я это обманывал, это не право записать. Я что, это не на посту стою. Обманывали, что я водителем работаю. Самое страшное было зима. Это когда конец декабря, начало января ложишься на один матрас и укрываешься другим матрасом, потому что одеяло не спасало. А после 10 утра уже идешь и загораешь. Каждый день письма. Все хорошо у него. Служба идет нормально. Про Афганстан жарко мама. Очень тяжело. Переношу все. 37 лет прошло уже, как сын погиб. В 1966 году сын воспитал. Тяжело одна. Советский контингент вооруженных сил участвовал в военных действиях в Афганской республике с декабря 1979 до февраля 1989 года. Тех, кто не вернулся, почтили минуты молчания и возложением цветов к вечному огню. Эльмир Гайнудинова, Сергей Вильданов. Новости Челнэ ТВ. Новости Челнэ ТВ.